Всем привет ребят! В сегодняшнем видео я бы хотел с вами разобрать геймплей на фиору, на миду. Этот геймплей немного старый, безусловно, но для фиоры на миду особо ничего не менялось, поэтому все остается так же как и было всегда. Геймплей хороший, я думаю вам понравится, поехали! Итак, ребята, поехали! У нас на топ-лейне КАС-1 против Ирелии. Ну, у Ирелии, конечно, преимущество в начале игры, там ближе к середине, но в лейте КАС-1 перескейливает. В лесу у нас Лисин против Грагаса. Я бы сказал, что у Лисина, конечно, Эрли получше, но Грагас тоже очень сильный чемпион в лесу. Мне кажется, Грагас это один из, вот там, Зинжао, там Джарван, кто Вай. И вот я бы сказал, Грагас тоже более-менее против Лисина нормально, так сказать, играется в лесу. На Миду я вот Фьору пикнул против Ари. На Бутлейне у нас Эджин против Пайка. Ну, тут линия, я считаю, сильнее у врагов, так как они переполкивают, они перестают просто линию. Ну, только если, конечно, Пайк не попадет там в филигранный хук, и они не убьют вражеских оппонентов. На Миду тут все просто. Я попадаю, допустим, пассивками своими по Ари, я выиграю линию. Если не попадаю, то линия проиграна сразу. Итак, погнали. Так, я увидел Ари. Чекаю Буш. Ну, левел 1, я думаю, я буду сильнее. Хотя, это бред. Потому что, если пассивки нет, то, как я и говорил, трейды все будут отрицательные. То есть, я буду все трейды проигрывать. У Ари вышел Витал, но он очень неприятный, он такой, знаете, под таким тупым углом. Это мне не нравится. Нужно ресетнуть этот Витал. Но я иду и нажимаю кушку, это большая ошибка, как по мне. Вот, за это, смотрите, я полхп проиграл. Но, пуп, один раз попал по Виталу, и смотрите, да, типа, трейды более-менее такие нормальные. Оп. Вот это был хороший трейд. Я просто заблочил весь урон, и тут флаж Q, ауто, идеально. Пойдет. Идеально, потому что попал просто по Виталам. У меня есть еще Игнайт. И чтобы вы не забывали, Ари очень сквишовая в начале игры. Итак, мы возвращаемся на линию. Ари подошла. Она нажимает в ушку, и мы блочим просто весь ее урон нашим вторым скиллом. Лисин грызет себе килл. Догрыз. Молодец. Выфлушнул. В это время у нас на топе душ от нашего Касадина. Это, я думаю, правильное решение от вражеского Лисника. Тут надо просто бэкаться и обратно на линию идти. Окей, мы обратно на линию. Ари попала чармом. Это был очень плохой трейд. Вот я, вот о чем я и говорил, да? Я не попадаю пассивками по Ари. Не выбивая пассивки, так сказать. Все трейды отрицательные. Вообще нельзя выиграть. Окей. Ари влетает через ульту. Попадает по мне кушкой. В ушкой. Но промахнулась чармом. Грагас тут. Они хотят, видимо, очень сильно драться. У Лисина есть ульта. У меня есть тоже ульта. Флэш через 12 секунд. Но у Ари нет маны. Она без маны осталась, да. Угу. Окей. Так. Она, видимо, сейчас планты возьмет. Окей. Лисин все еще тут. Окей. По мне играет Грагас. И флэша сыграл. В это время Ари зачармила Лисина. Грагас ультует. Почему я ульту не нажимаю? Очень поздно. Очень поздно я ульту нажал. Надо было ульту уже давным-давно нажимать по Грагасу. Либо же по Ари. Но каким-то чудом мы это выигрываем. Возможно, из-за того, что чемпион диф, я бы сказал. Ну, то, что Лисин сильнее немножечко. И плюс мне очень сильно руна помогла. Вот эта руна, которая щит давала. Сейчас ее, по-моему, нету. Но все же. Но тут, да. Да, я, по-моему, не доиграл нормально. Окей, Грагас с Ешкой и Кушкой играет по мне. Я выфлэшнул просто сразу, чтобы не отдавать килл. Просто так. Ари сейчас запушит. И, возможно, немножечко так покушает пластин. На миду. Но вроде не успевает. Хорошо, мы возвращаемся на мид. Так. У нас на бутлейне вроде бы пока что все хорошо. Мы играем по Ари. Ну, уже урон, видите, какой большой. Когда уже тринька появляется. Но все же. Вот Ари попадает скиллами. И я плохо, допустим, парирую, да. Со своим вторым скиллом. То все 3D просто вообще. В этом и заключается слабость Фиоры. То, что против рейнджей она вообще не стоит. Нормально, я бы сказал. Стоит нормально только если попадает пассивками на Айс. Если чемпион вражеский оппонент, он умный. Он просто будет ресетать эти, так сказать, метки пассивок Фиоры. И все. И как играть дальше? А, кто-то знает. Видели Ари только что на бутлейне. Лисин хочет сыграть по Дрейку. Ну, я тут на этом Варе сейчас пойду, да. Угу. Попал в ушкой. Она попала по мне чармом. Надо было тут доигрывать до конца. Это мой бед. Играем по сцене. Не знаю, что она тут забыла. Я в нее ультанул. Лисин кикнул. Ну, Лисин очень плохо играет. Он прям в кнопке очень плохо нажимает. Но я тут иду до конца грызть эту сцену. Это очень... Ай. Это провал. Знаете почему? Грагас очень много голды получил. Мы ничего особо не зафорсили. И... Лисин мертвый. Ну, то есть, по сути, это вообще... Очень плохой мув. Если есть возможность, типа, не умирать и не отдавать шатдаун, всегда выбирайте это действие. Чтобы не умирать и не отдать шатдаун. Не отдать стрик. Ари попала по мне чармом. Она вышла. Нажала флэш. Пайк был рядом. Итак, что мы тут хотим? Мы хотим Дрейка. Они начинают уже играть. Забер... Пайк просто дурак. Господи. Челик просто поймал в лицо рут Сенны. Второй скилл Сенны. И... И... И в меня прыгает. Френдли Файер, так сказать. Угу. Найс. Ну, вот. И тут уже Тим Комп начинает дифф показываться, ребят. Видите? Они нас покают, там, через Ари, через Сену. Еще плюс хилятся, еще Серафины и Сенны. А мы ничего не можем сделать. Вот. Пайк просто умирает на месте. Там, его в руте, там, убили. Джин ультит, но... Особого дамага он импакта не наносит. Тут я... Умираю тоже, как бущеный... Так сказать. Как бущенное животное. Я хотел выфлешнуть, но не успел, видимо. Не думал, что он нажмет. Ну, это my bad. Очень плохо сыграл тут. Вот здесь, ребят. Типа, когда вы видите, что такая ситуация. Этого дрейка мы никогда в жизни не законтестим. Никогда. Потому что, ну, они враги в фулл хп почти. Что нужно сделать? Нужно просто оставить этот объект и идти на другой. И если там получится, хорошо. Побеждаем. А если там тоже не получается, там тоже просто бросайте этот объект и идёте фармить. Тут я смогу заклинапить. Видимо, нет. Там трипл килл у Серафины. Попадай в ушко. Найс. Протобилд. Ку. Ауто. Ауто. Сигнай там сыграл. Хорошо. Хотя бы какой-то один рандомный килл. И за счёт этого я открою, наверное, скорее всего, мидлейн. Окей. Превосходно. Сена тут не попадает рутом. Так, Серафины и Сена теперь стоят на миду. По идее, по идее, я должен либо быть на топе, либо идти на бот и забирать, так сказать, тауэрку. А Джин с пайком должны стоять на миду. Но это рангит игры. И, как вы знаете, немногие ребята смотрят мои гайды. И поэтому они творят дикость в нашем диком ущелье. Ммм. Так, тут я собираю... А, я тут, короче, иду на сайт Касадина. Я хочу, чтобы Касадин забейтил Ирелию. И мы убили её и взяли стрик с неё. И заодно запушили топ. Вот здесь я... Вот здесь, блин, плохой был мув. Мне казалось, что она меня увидела. Но, видимо, нет. Этот план нельзя трогать. Потому что если Ирелия заметит, она узнает, что тут есть кто-то. Касадин почему-то залетел внутрь вместо того, чтобы назад. Ну, хотя он типа бейтил. Какая же Ирелия сильная. Офигеть. Сняли стрик с неё 600 голды. Но в это время моя тима вся просто умирает. К сожалению. Я, как я и говорил, забираю топ-тауэр. В это время Ари пушит мид. Ну, это... Это провал. Да, мы забрали стрик, но наша тима не понимает, что делать. В таких случаях, ребят, запомните. Если в вашей команде, допустим, происходит какой-то файт на одном сайде. Если у вас есть возможность не умирать, не драться. Выберите ту опцию, где вы не дерётесь и не умираете. Таким образом, вы даёте шанс, так сказать, вашим сайдлейнерам сделать что-то полезное. Вот мы убили Ирелию, да? Это было хорошо. Но вот... Мы убили её, но наша вся тима сдохла потом. Ну, это... Это бред. Лисин, прекрати, пожалуйста. Что ты делаешь? Этот лисин очень странный. Ну, я сейчас просто возьму топ-сайд. Я теперь буду, скорее всего, матчить Ирелию, потому что я единственный, кто на это способен. Потому что Ирелия там рандаунит КАС-1 просто в ноль, как вы видели. Типа вообще там no chance. То есть вообще без шансов. Так, тут крабчик. Забираю крабчика. Объектов нет. Поэтому мы просто сейчас стоим, фармим. Пайк там пытается что-то плеймейкать на миду. Ари нажала ульту, но мы её не убьём. Ещё один тик остался. Окей. Зато вернули мид. Priority. Ой-ой-ой, что-то они нас чейзят. Тут надо выходить. Выходить. Грагас ультанул и Е нажал уже. Надо выходить, да. Просто выйти. КАС-1 на боте. Ребята, не делитесь. Выйдите, выйдите, выйдите. Лисин, выйди, выйди, выйди. Просто надо выжить, выжить. Хорошо. Хорошо. Просто живём, живём, живём. Окей. Ари флешнула. Я выбил флеш. Это хорошо. КАС-1 в это время фармит. Идеально. Главное не сдохнуть. Главное не сдохнуть. Просто выиграйте немного времени, ребята. Окей. Превосходно. Найс, найс, найс. Грагас бэкается. Он охерел, кстати. Он прям на варде стоит. Он об этом не знает. Я нажимаю протобелт-игнайт. Кидает по мне рут сена. Я попадаю по Грагасу своей вушкой. Рандаулю цену. Вот вы видели, да, ребята? Я, типа, бил с руки, там, с кушки по сене, не используя свои пассивки. Она, как будто, урон вообще не получала. Поэтому самое главное, когда вы играете на Фьори, это это вот именно прокать пассивки. Вот эти марки, которые появляются. Так, тут у них очень много полка. То, что я беру Витцент, это неправильно. Даже, ну, как я и говорил, ребят, в Фьори особо ничего не менялось на протяжении, считайте, там, восьми-шести сезонов, да? Там иногда где-то появляется Барталон, там, Халлбрейкер и всё. Но тут нужен Спирит Визаж. Спирит Визаж, я не знаю, как это будет на русском, но это тот айтем, который увеличивает, допустим, лечение, плюс даёт регенерацию и магическую защиту. Окей, тут я играю Слоу, а не играет по мне. Ой, 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 хорошо, хорошо заблокировал Чарму Ари. Блин, было очень хорошо сыграно. Но, да, вот смотрите, мы попытались что-то там сделать, у Пайка уже полхп. Враги, ну, они просто спамят обилками, всеми обилками, которые у них есть. А мы им ответить не можем. Окей, если мы убьём Грегоса, это хорошо. Так, я тут хотел сыграть по бэклейну, но один я не справлюсь. Тут нужно убить Ирелью. Ирелья попадает в Ешка и просто фулынет, убивает нашего Джина. Мне пришлось флешить, чтобы добить эту Ирелью. Ну и комдив. Я могу попытаться сыграть, но это особого импакта не принесёт. Так, у нас есть дракон. Грагас мёртвый. Так, Лисинь 10. Окей, попаду в ушко. Если попаду в ушко, я её убью. Сто процентов. Окей, хорошо. Хорошо. Тут на мне экзост. И она флешнула. Флеш экзост. А, и я заимтил. Нет. Большая ошибка. А, за что? Зачем? 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 Ну, тут это провал. У нас дракон. Я мёртвый. Касадин один не справится. Ой. Там Грагас интит, кстати. Он прям с Ешки залетел. Что за дурак? Всё, ребят. Остановитесь. Заберите дрейк. Я потом пойду на бот. И вы благополучно должны забрать на Шора. Окей. Лисин нажал смайт. Хорошо. Пойдёт, пойдёт, пойдёт. Окей. Лисин попал кушкой. Но он может залететь, только если Джин зафоловит. Ну, вроде фоловит, но уже поздно. Ну, лучше не надо. Лучше не надо рисковать. Не надо рисковать. Особенно, когда вы играете на Лисниках, ребят. Собрали объект. Но если стоит на Шор, главное не сдохнуть. Потому что если вы умрёте, то вражеский Лисник просто возродится и побежит делать на Шора. А вас уже нет. А потом вашей Тиме придётся, так сказать, отгребать всё за вас. Так, у нас Джин на ресете. Тима вроде бы на позициях. Кроме Джина, конечно, он сейчас с базы придёт. И я вижу Крагаса. Если я выиграю время на бутлене, вот тут. Один против двоих будет стоять. Или один против троих. Если моя Тима додумается сделать на Шора, то всё будет идеально. Я в соло выиграю игру. Но если они этого не сделают, то это будет феста. Это будет цирк. Окей. Ирелия дэшнула. Я не заблочил Ешку. Но зато попал по пассивкам. Заблочил! Пойдёт, ну-ка, протобелт. Автушка. О-о-о-о! Вот это было хорошо! А что делает мой Тима? Почему они не на на Шоре? Почему? Почему они не сделали на Шора? Вот я им говорю, почему. Я им сказал на Шора сделать. Они тут... Они тут просто дерутся, ходят. Ай, не до тёпы. Блин. Ребята, запомните. Когда у вас есть Фьора. И она делает там, допустим, какой-то плей на сайте. Один в два. Если у вас есть возможность сделать на Шора, сделайте его. Сделайте. Вот вы начните на Шора. Пускай враги пойдут на на Шора. Зато Фьора-то выигрывает сайт. Вот, допустим, прикиньте, если я вот убил двоих. Если бы они делали на Шора, то вражеской команде оставалось два выбора. Одно. Либо они дефают меня, чтобы я не запушил им базу. Либо же они идут на Шора. Окей, тут, кстати, по мне, Грага сыграл Стив Флэша. Но я просто из Спарта Белда вышел. Окей, ульта. Окей, 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 окей. Хорошо, хорошо. Но обратно, обратно. В общем, плохо, плохо кнопки нажал. Здесь W надо бы нажимать на E-шку и рейли. My bad. Что я говорил? Ребят, делайте на Шора. Сделайте на Шора. Там подождите, посмотрите, чё, как, почём. Если вы видите то, что вы не справляетесь, окей, остановите на Шора. Окей, хорошо, вышел. Остановите на Шор, дайте время вашей Фьоре, там, Сайдлейнеру, Камиле, любому Джексу, там, запушить. Дайте им время, чтобы они сделали своё дело. А если же вы справляетесь, просто делайте на Шор, заканчивайте игру. Потому что ваша Фьора потом получит, ну, баф на Шора и запушит в соло. Окей. Так, Грагас через пять. Я пока что на топе. Так, что у нас тут? Что у нас тут? На Шор. По идее, я должен был быть на Ботсайде. Но вот моя Тима, я не знаю, что с ними не так, честно. Я их не понимаю. Я должен быть на Ботсайде, пацаны. А вы должны быть вокруг на Шора. Окей, убили Грагаса. На Шор, на Шор, на Шор. Да, 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 да. Всё правильно. На Шор, на Шор. Нужно делать на Шора. На Шор, на Шор, на Шор. На Шор, пожалуйста, на Шор, пацаны, соберитесь. Соберитесь на на Шора. Касадин, подойди, подойди. Плис, Касадин. Лисин, остановись. Зачем ты это делаешь? Иди на на Шора. Сколько им можно пинговать? На Шор. На Шор. И вот так всегда, ребята. Вот игра это, по-моему... Сейчас у нас какой сезон? Одиннадцатый, да? По-моему, седьмого, восьмого сезона, считайте. А игроки такие же. Они ничего не понимают, ребята. Вот сравните вот этот сезон, на котором сейчас на видео игра, и тот сезон, на котором мы сейчас играем. Смайт! Мы проиграли игру. Мы проиграли игру только что. Мы точно проиграли. Мы это не задефаем. Мы это не задефаем. У них слишком сильный тимкомп. Там Серафина и... Сцена уже заскелились. Грагас тоже заскелился. У нас Джин. Он в золо не запушит. Касадин на топе. Он там убивает Ари, да? Нет, не убивает. Ари вышла. Джина убили. Ну всё, ГГ. Ай. Unlucky, чё я могу сказать? Я пытался, но видите, когда пацаны играют без макро, то какая бы игра ни была, она всегда будет проиграна. Там вражеская команда особо ничего не сделала. Просто застилена на шор, и этого было достаточно, чтобы выиграть. Unlucky. Я нанёс 32 косаря урона. 13-4-3 счёт. Ну, я старался, но, к сожалению, проиграли. Самые главные ошибки тут. Это Лисин. Он смайд не нажал. Он не хотел играть по объектам. У нас спайк бесполезная... Просто... Бесполезная мяса, которая бегает, ничего не делает. Ну, Unlucky. Ну, я билд тоже затролил. Тут Ви Цент не нужен был, по сути. Нужен был перейдь визаж. Ай. Ну, чё. Спасибо за просмотр, ребят. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...